С гиканьем и криком, удивляя своим мастерством, женщины-ребятишек возвращались казаки домой, где всегда их ждали и уже накрыты были столы с разносолами и налиты кувшины с домашним вином. Нет уж тех станиц. Печалится в своей книжке казачка Галина Андросова. Современные казаки подумали и решили быть под Петербургом большому хутору. Семей это к на сто. Вот я как мы здесь сейчас идем, на мой взгляд здесь будет первая улица, которую мы уже видим. Вот она первая улица, вот здесь мы сосны пересадили как бы в ряд. И дома будут по казачьему обычаю, то есть с летней кухней, как положено, то есть как у нас на телеке строили дома. Воспоминания Галины – мечта сегодняшних казаков, к которой они упорно стремятся. Денег на строительство пока нет, поэтому дома будут ставить в складчину. Естественно мы хотим жить вместе и по обычаям, по традициям казачьим. Естественно мы дом строим, ему построим, потом мне, потом ему, вот так вот мы будем. Это будет станица, именно станица – это такая своего рода крепость. Возвращаться в такую крепость – счастье. Казаков всегда считали храбрыми воинами. В станице, куда казаки мечтают однажды привезти своих жен и детей, будет где разгуляться. А маленьких казачат можно будет учить верховой езде и владению шашкой. А еще здесь будет своя часовня. Все вместе живем, да, естественно, в гости друг к другу ходим. Как Василий сказал, что дома строим, помогаем друг другу, как бы все это. Так же и вместе вот эти часовни закладываем, будем так же своими руками так жить.